А дедушке никто не пишет А дедушку никто не ждет А в дедушку никто Раз, два, три, раз, два, три Здравствуйте, уважаемые любители аквариумистики Вас снова приветствует первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru Для начала от всей души разрешите поздравить вас уже с наступившим Новым Годом Здоровья вам и вашим гидробионтам Пусть под вашими пышными аквариумными елками всегда лежат подарки Пусть ваши рыбки вас радуют Пусть стеклышки всегда будут чистенькими А водоросли гуляют где-нибудь себе в стороне Всем счастливого нового 2022 года И сегодня у нас будет очень интересная тема Казалось бы простая, но тем не менее О ней часто спрашивают И вопросов по ней по-прежнему очень много Тема связанная с кормлением рыб Поговорим о том, какие у нас бывают корма Чем кормить правильно Как кормить правильно и так далее И еще у нас есть для вас Специальный особый конкурс Который мы проведем вместе с нашим постоянным партнером Компанией Тетра Олег, расскажи, пожалуйста, что же у нас будет за конкурс Сколько у нас будет победителей Их будет много И какие классные призы они могут получить Здравствуйте, уважаемые друзья Я присоединяюсь к поздравлению Желаю вам в новом году всего самого светлого И самое главное крепкого здоровья А розыгрыш мы проведем Пяти вот таких замечательных юбилейных баночек Тетра Мин Тетра 70 лет В прошлом году компания Тетра исполнила 70 лет И она выпустила такие вот юбилейные баночки Которые со временем станут раритетными Ну и помимо того Тут целый литр вкусняшек Для наших любимых питомцев Пять счастливых обладателей этих баночек Определятся Ну, скорее всего, Дмитрий, да, когда? 14 января Но об этом немножко позже Мы, наверное, проговорим сейчас все-таки Полезную информацию А в конце проведем розыгрыш Передаю тебе слово Ну и давай, наверное, начнем Конкурс оставим Условия его на конец ролика А сейчас давай начнем вот с чего Какие же у нас вообще существуют аквариумные корма? Например, самая классика Такая советская То есть, чего очень многие Уже такие старые аквариумисты начинали То, что я лично помню Потому что аквариум мы пытались заводить Еще когда я был ребенком Такой аллергией у меня не было никогда в жизни А именно речь пойдет о сушеных кормах О моей любимой Дафнии Пропадя на пропадом Олег, расскажи, пожалуйста Пользовался ли такая сухими кормами? Пользуешься ли ими сейчас? И рекомендуешь ли их использовать другим? Дмитрий, не пользовался И другим не советую Советую проходить мимо этих кормов Ты в целом-то уже Проговаривая вопрос Уже ответил на том, что это Самый некачественный Самый плохой корм Он низкокалорийный В нем нет ничего полезного Для наших питомцев Для наших рыбок И более того Он действительно сушеный гомар Сушеная дафния Они вызывают жутчайшую аллергию У людей, которые страдают Этим недугом Потому что хитин Вся эта пыль Она летит в нос Контакты И все И человек мгновенно начинает Слезиться, чихать Поэтому если вы увидите такие корма Они до сих пор еще продаются В зоомагазинах даже Не берите И проходите мимо Даже не смотрите на то Что они смотрят Стоят дешево Давай тогда Раз В общем-то Все точки Нады уже по-моему Расставлены По поводу сухих кормов Давай уже перейдем В более современные технологии Сублимированные корма Я к сожалению Сказать о них ничего не смогу Я их не использовал ни разу Но я знаю Что у тебя знания есть Поделись пожалуйста Сублимированные корма Хороши они, плохи Зачем они нужны Кому они подходят Кому они не подходят Слушай, здесь тоже быстро Проговорим этот вопрос Сублимированные корма Это тоже сушеные корма Но только они Засушены при низких температурах И при этой сублимации Сохраняется больше полезных веществ Вот собственно и все Если вы их увидите В принципе можно их брать И кормить ими ваших рыбок Но они достаточно редкие Я вот например В своем городе Вообще их не встречаю Поэтому давай Следующий вид корма Разберем Ну следующий вид кормов Это естественно Корма живые Ну это классика Это мотыль Артемия Стрептоцефал Да Ну наверное знают Да Что одна из них Солоноводная Второй пресноводный Вполне такие себе живые твари Кажутся очень вкусными Аппетитными Могут показаться Лучшим кормом Потому что вроде как Как бы в природе все так Но здесь есть Одна серьезная оговорка Ни одна рыбка В природе Не проживет столько Сколько проживет в аквариуме И не последнее место Здесь имеет И как раз питание Олег вот расскажи пожалуйста Живые корма Это такое благо Или все таки есть Такие подводные камни Которые не делают Эти корма лучшими Понимаешь дело в том Что в любом вопросе Есть исключение Я не могу сказать Что живые корма Являются плохими Или хорошими Они имеют место быть Но проблема в том Что большинство Из этих кормов Они выращиваются Не в далеко Нестерильных условиях И несут в себе Определенные Патогенные микроорганизмы В этом их Огромный недостаток А часто новички Они вот Хотят попробовать все Более того Есть армия Так скажем Аквариумистов Которые вот Стоят на том Что живой корм Это самый лучший корм А все вот Сухие корма Там Фирменные корма Это уже все Все не то Вот живые корма Самые лучшие И при этом Ты знаешь Иногда такие Выступают аргументы Как Например Говорят Что вот Понимаете ли В водоемах В естественном Ареале обитания рыб Рыб Ж никто Никто не кормит Тетрой Например Там рыбы Едят Сугубо Только живой корм И вот На это все Я могу сказать Следующее Но В живой В естественной Среде Вообще Никого не волнует Как рыба живет Более того По моему Владимир Ковалев Известный Питерский Ихтеопатолог Как-то говорил О том Что В природе Здоровой рыбы И не существует Она чем-то Вечно Болеет В той или иной Степени Поэтому Я к чему клоню Что Съела рыба Там Патогенного Червячка Жучка Ну и все Умерла Обздулась И никого не волнует Естественный отбор Идет в природе У нас же в аквариуме Мы не занимаемся Естественным отбором И только по этой причине Вот я Например Не рекомендую Кормить живыми кормами Опять же Почему Потому что Непосредственно Вся патогенная флора Которая содержится В живых кормах Она может Не может А попадает Непосредственно Внутрь рыбы И соответственно Вызывает внутренние Кишечные заболевания А это самые Такие тяжелые Болезни у рыб Внутренней бактериальной Например Инфекцией Поэтому Новичкам Я вообще не советовал Этот корм И забудьте про него Но опять же Есть исключения Есть рыбы Которые Вот просто Изначально Они едят только живой корм Ну допустим Те же коломаихты Они предпочитают Есть живой корм Опять же Многие ребята По комментариям Пишут Что в принципе Их можно перевести На тот же Тетрадискус Или например Я знаю Бета Маньяков Любителей Петушков Которые Кормят Спинцета Своих Питомцев Ну почему Потому что Во первых Это контакт Со своим питомцем Игровая форма Во вторых Петушки Они достаточно Такие Флегматично Тормознутые Рыбки И Давать им Обычный Допустим Сухой корм Они его съедят Но достаточно Долго И он соответственно Может испортить Воду А поднося ему Поднос Так скажем На блюдечке Червячка Он его сразу Съест И все будет Окей Поэтому Вариаций Много Опять же Я не затрагиваю Вопрос Поднятия Молодей Молодей рыб Естественно Молодую рыбу Молодняк Поднимают Фактически Исключительно На живом корме Там много Очень Но Но Смысл Заключается В том Что в 90% Случа Вам не нужен Живой корм Можете Побаловаться Если хотите Купите Там На птичьем Рынке Этого Мотыля В газетке Придите Домой Капните На него Метиленки Чтобы его Обеззаразить И скормите Рыбкам Но В целом Я считаю Что он Не должен Быть Основным Рационом Питания Рыб Любой Корм Ну На самом деле Что касается Бетта Тех самых Петушков И червей Вообще Честно говоря Все продумано Есть вот такая Вещь Замечательная Корм В форме Червей Он фирменный Но На червяка Похож И Петушки На него С удовольствием Охотятся И можно Точно так же Спинцет Кормить Здесь все Уже Так сказать Технологии Не стоят На месте Давай Поговорим С тобой Также О Замороженных Кормах Опять же Я лично Не пользовался Ну К слову Я здесь Должен спойлер Сделать Я Никакими Кормами Кроме Фирменных Не пользовался Вообще То есть Я использовал Чипсы Всевозможные Там Эти вафельки Червячков И все прочее Но все Было Фирменное Вся Вот Эта Экзотика О которой Мы Сейчас Говорим Я Сам Олега Слушаю С удовольствием И На самом деле Что-то Для себя Узнаю Нового Потому что Я Всем Этим Не Пользовался Олег Давай Расскажи Пожалуйста Замороженные Корма Что Можешь Сказать Слушай Ну Вот Ты Не Пользовался А я В принципе Пользовался И живыми Кормами И заморозкой Ну И там Разный Как ты Назвал Экзотикой Но Вот Твой посыл Достаточно Интересен И правилен В том Что Фактически В 90% Случаах Сухой Корм Фирменный Он Сбалансированный Он полноценный И Многие Многие Рыбки 99% Прекрасно Живут На этом Корме Не нужно Выдумывать Велосипед Что Касается Замороженных Кормов Менее Безопасны Они Водители Ну Как бы Стараются Вырастить Его В хороших Условиях Следят За сроками Следят За упаковкой Но Его Проблема Заключается Именно В хранении В магазинах Вы уже Видите Замороженный Брикет Той же Артемия Мотыля А сколько Он Размораживался Как он Хранился Замораживался Размораживался Как он Там Извините Лежал Под попой Дальнобойщика Сколько лет Это Вот Процесс Который Мы никогда Не узнаем И сами Вы понимаете Прекрасно Что если Замороженный Корм Разморозить Хотя бы Один раз Туда Сюда То он Уже конечно Теряет Свои свойства И вы можете Просто приобрести Не полезную Артемию Для своих Рыбок А Ну Жижу Жижу А то и Всякую Фигню Вот по другому Не скажешь Поэтому В этой связи В принципе Можно кормить Замороженными Кормами Но Обязательно Смотрите Сроки годности И когда Достаете его Из холодильника Смотрите Элементарно На форму Помятый Он Сохранен Блистеры Как выглядят Блистеры Ну и в целом Оценивайте Цвет Той же Артемии Или мотыля То есть Если там Видно Допустим Если мотыль Он такой Кровавенький А если он Коричневый То вы сами Понимаете Что он уже Такой Немножко Подпродухший Вот Ну и давай Теперь наверное К самопалам Самомесам Фаршам Там всяким Бычьим Сердцем Рыбным Всевозможным Перетертым Вещам Морепродуктом Знаю Что этим Многие Пользуются В основном Это как бы Касается Тех Кто держит Довольно Рыб Крупных И в основном Рыб Крупных Цихлид То есть Знаю Кто Астронатусами Занимаются Многие Так кормят Именно Бычье Сердце Морепродукты И все Прочее Расскажи Пожалуйста Приготовление Рыбного Фарша В домашних Условиях И кормежка Им Своих Любимых Рыбок Принесет Ли она Им здоровье Станут Ли они Счастливее Будет Ли им Это вкусно И будет Ли они Это кушать Да Будет Вкусно И принесет Пользу Вопрос Заключается Действительно В том Что Зачем Козе Баян Как ты правильно Заметил Самодельные Фарши Миксы По моему Личному Мнению Стоит Делать Когда Вы Действительно Содержите Табун Печальных Астронатусов Ну или Каких-то Огромных Огромных Рыб А для Мелкой Сошки Для Обычного Аквариума Ну зачем Заморачиваться Такой Ерундой Я Сейчас В этом Ролике Не буду Приводить Рецептуру Этих Самодельных Фаршей Ну например Туда Действительно Кладут Бычье Сердце Чеснок Зелень Морепродукты Креветку Кальмары Рецептов Очень много Давай оставим Ссылку Под видео На все Эти рецепты Кому Это Нужно Пожалуйста Зайдите Почитайте Но Смысл Заключается В том Что Ну если У вас Неоны Зачем Зачем Для них Делать Фарш И миксы То есть Спокойно Они едят Опять же Фирменные Корма Заморачиваться С С Приготовлением Миксов Большой Вопрос Опять же Вопрос В балансе Опять же Вопрос В хранении Вот Имеет место Быть Но Для крупной Рыбы Вот так Резюмирую Ну давай Я дорезюмирую Наверное Мы так Как переходим Уже теперь К фирменным Кормам Ничего не Остается Здесь Я Сделаю Вывод Который Сделал Для себя И сейчас Поделюсь С вами Мнение Мое Такое Не надо Изобретать Велосипед Крупная Фракция Мелкая Фракция Для Усиления Окраса В форме Червяков В форме Чего угодно Бывают Вафельки Какие Хотите Плавающие Тонущие Выбор Любой Накормить Можно Кого угодно Сколько Угодно Корм Сбалансированный Корм Безопасный Ничего Не Занесете Кормить Удобно Ничего Лишнего Все съедается Быстро Он специально Пахнет Так Чтобы рыба Его находила Быстро Что проще Может быть Я не знаю Честно говоря То есть Наверное Вот Основной Посыл Такое Оставим Вы можете Попытаться Что то Поизобретать Попробовать Посмотреть Но на самом деле Ничего проще Для аквариумиста И ничего Понятнее Чем обычный Фирменный Корм Который Можно купить В любом Аквариумном Магазине Единственное Покупайте Свежий Корм Смотрите На дату Корм Как бы Как любой Продукт Имеет Свойство Портиться Старайтесь Не брать На развес Потому что Корм Нужно Хранить Как ни Крути Ну тоже Он уже Не тех Свойств Совсем Поэтому Мое мнение Вот такое Пользуюсь Сам И рекомендую Вам Олег Ты что Скажешь По поводу Фирменных Кормов Да я Собственно Присоединяюсь Ко всему Что ты Сказал Безусловно Вот Возьмите Пожалуйста Баночку Тетрамина Универсальный Корм Полностью Сбалансированный Содержит Все ингредиенты Пребиотики Витамины Микроэлементы Все что Необходимо Нашим Рыбкам И Заниматься Самомесами Покупать Живой Корм Ну Такой Большой Вопрос Когда Оно Все готово Стоит Только Пойти В магазин И купить И я Также С тобой Согласен О том Что Нужно Всегда Смотреть Сроки Годности Почему То у Нас Люди Ходят В магазин И смотрят На сыр Колбасу Сроки Годности А вот На корма Для рыбок Они Почему Не обращают Внимания Обязательно Когда Заходите В магазин Вот тут Внизу Прописана Дата Изготовления Сроки Годности Всегда Смотрите Обращайте На это Внимание И Конечно Же После Вскрытия Надо Хранить Корм В закрытом Состоянии И еще Моя рекомендация Будет заключаться В том Что Вот такая Допустим Большая банка Корма Она стоит Подешевле Чем Маленькая Ну Если Пересчитать В себе Стоимости Но лучше Все-таки Покупать Небольшие Баночки Небольшие Порции Опять же Из Понимания Того Что После Вскрытия Банки После Того Как вы Распечатаете Защитную Защитную Фольгу Как Любой Продукт Корм Естественно Будет Окисляться В него Будет Попадать Кислород Попадать Организмы Которые Витают Вокруг Нас Естественно Корм Потихонечку Будет Портиться Поэтому Небольшие Рыбки То Смысл Покупать Большие Банки Вам Нет Лучше Берите Вот Маленькие Это Будет Чуть Дороже Но Зато Вы Всегда Будете Кормить Своих Рыб Свежим Продуктом Такие Мысли Теперь Дмитрий Слушаем Давай Наверное По Отвечаем На частые Вопросы Которые Задают Акваримисты По поводу Кормления Давай Тогда Предлагаю Начать С самого Часто Задаваемого Вопроса По Фирменным Кормам А Именно Многие Считают Что От Фирменных Кормов Очень Много Фосфатов Давай Развеем Или Раскроем Эту Тайну Покрытую Мраком Откуда Фосфаты Так Ли Много Так Ли Это Опасно Что С Корма Они Выделяют Воду Много Фосфатов Ну Загрязняют Воду И Так Мягко Еще Намекнул Что Это Типа Корма Тетра И После Этого В интернете Все Кому Не Лень Начали Рассказывать О том Что Корма Они Выделяют Много Фосфатов Уже Сколько Много Фосфатов Но Я Во-первых Могу Сказать Что Я Например Как Кваскейпер Я Жду Не Дождусь Когда Эти Фосфаты В моем Аквариуме Во-первых Появятся Потому Что Растениям Они Необходимы Они Ими Питаются Это Первый Момент Второй Момент Ну Это Как Надо Кормить Рыб Своих Чтобы Там Было Очень Много Фосфатов И Третий Самый Главный Момент Ну Подождите Корма Для Рыб Они Фактически Такие Как Для Нас Человеческие Да То есть Наша Колбаса Наша Там Я не знаю Рыба Яйца Сосиски Хлеб Оно Все Содержит Естественно Фосфат Любой Белок Он Содержит Азот Фосфор Это Такая Неизбежная Данность Как Например Ну Не знаю Ну Можно Говорить Что Давайте Мы Будем Дышать Чуть Чуть Пореже Потому Что Организм Окисляется Дышишь Легкие Окисляются Организм Окисляется А вот Если Будешь Дышать Пореже То Тогда Тогда И может Быть Проживешь Если Не умрешь От асфиксии Чуть Подольше Вот Такая Мысль Поэтому Ну Все Это На самом Деле Большая Глупость О том Что Горма Выделяют Фосфаты Да Они Выделяют Фосфаты Потому Что Это Продукт Да Там Содержатся Моллюски Рыба Мука То Естественно Оно Все Попадает В воду Поэтому Нельзя Говорить О том Что Вот Это Такое Зло И Более Того Вопрос В чем Что Рыба Берет Корм Она Берет Определенное Количество Себе Неоходимых Питательных Веществ А потом Извините У нее Заднего Прохода Выходит Все И Вот Как раз Таки Это В большинстве Своем Случа Являются Источником Фосфатов Ну И Возникает Вопрос Ну Уголь Активированный Пить Поменьше Какать Или Горшочек Придумывать Ну Я не знаю Хочется Пошутить Но Действительно Тема Такая Достаточно Глупая Что Тут Скажешь Вот В этом Плане Вопрос Заключается В чем Что Даже Мы Руки Опускаем В аквариуме Наш Пот Наш Жир Какие Там Как Сказать Так Поприличнее Грязь На руках Да Вот Все Это Попадает В аквариуме Это тоже Является Источником Фосфата Ну Что Теперь В аквариум Руки Не сувать Да Там Пинцетами Только Работать Тоже Это Все Глупости Поэтому В этом Ключе Можно Сказать Только Одно Что Вы Как раз Таки Обращайте Внимание На Фракцию Корма Во первых Есть Допустим Хлопья Есть Стики Пилеты Гранулы Таблетированный Корма Вот На Вот Могу Порекомендовать Серию Кормов Которая Называется Тетра Микрофуд Там Тоже Есть Стики Пилеты Чипсы Но Вопрос В том Что Они Изготовлены Очень Очень Маленькой Фракцией Для Самых Маленьких Рыб И Этот Корм Где-то Года Два Назад Вышел В Производство Компания Тетра Его Выпустила И тогда Мне было Достаточно Сложно Понять Почему Тетра Выпустила Эту Серию Кормов Есть Тетрамин Хлопья Маленькие У меня Рыбки Но Взял Перетер Корм Посыпал И вот Рыбки Кушают Его А потом Как-то Я Брал Корм Перетер Его Кинул А потом Смотрю У меня Пальцы Жирные И вот Как раз Таки Вот Этот Момент Когда Мы Перетиранием Разрушаем Корм Жир Вот Этот Который Остается На руках Он Попадает В Тоже Воду И вот Тогда Я понял Зачем Тетра Выпустила Эту Серию Кормов Чтобы Непосредственно Уменьшить Попадание Так Скажем Тех Ж Фосфатов Азотистых В Аквариум И Чтобы Так Я путаюсь Уже Смыслями И Смысл В том Заключается В том Что Непосредственно Корм Попадал В рот Рыбе А не Растворялся В воде Вот Проще Говоря Так Вот Это Единственная Манипуляция Которую Мы можем Аквариумисты Сделать Для того Чтобы Меньше Загрязнять Воду Вот И все Вот Поэтому Если У вас Маленькие Рыбки Стайные Юрки Пожалуйста Берите Просто Корм Мелкой Фракции Подбираю Его Под рот Своей Рыбы Тебе Половник Вот такой Дали К этому Корму Да Есть Половничек Давай Я Очень Люблю Половник У меня Часто Кормят С последнее Время Сын Рыбу Очень Удобно Насыпаешь Половничком В руку Даешь Он Никогда Не Перекормит Прям Вещь Половник Очень Понравился В этом И смысл Дмитрий Я тебя Перебью В этом И смысл То есть Как ты Назвал Половник Это Ложечка То есть Именно Для этого Чтобы Руками Не трогать Не тереть А вы Взяли Ложечкой Набрали Небольшим Немножко Корма И насыпали В аквариум Рыбы Его съели И ничего Это не Ничто Это не Расплывается Все Сыты Довольны И все Хорошо Так что Тетре Спасибо За Такую Придумку Да Ну Давай К следующему Вопросу Есть такая История Что Нельзя Кого угодно Кормить Чем угодно Не Любой Корм Подходит Любой Рыбе И здесь Как бы Есть Очевидный Момент Что Действительно Есть Корм Очень Крупные Фракции Которые Просто Тяжеловато Жевать Будет Маленькой Рыбке Да Ну Или Наоборот Там Ну Очень Много Придется Мелкого Корма Сыпать Какой Крупной Рыбе Но Есть Менее Очевидные Моменты Связаны Они С Вкусовыми Скажем Так Предпочтениями Рыбок Есть У нас Такие Более Травоядные Есть У нас Более Сторонники Мясной Диеты Вот Расскажи Пожалуйста Об этом Моменте Какие Корма Лучше Подбирать Для Каких Рыбок Слушай Ну Этот Вопрос Очень Часто Задает Вернее Просят Осветить Зоомагазины Я часто Слышу Продавцов Или представители Зоомагазинов Говорят Ребята Ну скажите Пожалуйста Всем Что Рыбы Едят Любой Корм Какой Есть Ну То есть Вот Допустим Для примера Вот у меня Есть Корм Тетра Гупи Говорят Его Едят Все Рыбки А у нас Почему-то Люди Считают Что Его Едят Только Гупи В этом Плане Хочется Сказать Что Да В 90 Процентах Случаях Если Вы возьмете Любой Корм Из Линейки Компании Тетра Его Будут Есть Абсолютно Любые Рыбки Но Есть Исключения Как ты Озвучил Есть Травоядные Рыбы Фитофаги А есть Платоядные Рыбы Которые Предпочитают Белковую Пищу Опять же Тут Такой Момент Что Белковая Пища Она Всегда Энергетично Энергетически Выгодна И рыба Любая Будет Его Есть Но Тем Не Менее Допустим Есть Ларикариевые Рыбы Есть Золотые Рыбки Малавийские Цихлиды Например Вот так На память То есть Те рыбы У которых Либо Пищевая Система Пищеварительный Трак Настроен Так Что Они Будут Лучше Употреблять Растительные Ингредиенты И Поэтому На это Естественно Нужно Обращать Внимание Приведу Пример Чтобы Долго Не Говорить Опять В одной Из Переписок Когда Затронулась Тема Кормления Рыб Один Товарищ Написал Вот Я Купил Таблетки Для Самов От Тетры А Мои Корики Коридоры Они Их Не Едят Тетра Плохая А Я Потратил Много Денег А Что Делать И В общем Все Негодяи Только Я Д'Артаньян Вот А Потом Выясняется Когда Начинаешь Переписываться Выясняется Вопрос Что Он Для Своих Кориков Взял Корм На память Тетроплека То есть Это Вот Такой Махровый Корм Содержащий Растительные Ингредиенты Водоросли Хлорелу Спирулину Норе Ну То есть Там Корм Заточен Именно На 70-80% Именно На Растительные Ингредиенты Которые Необходимы Непосредственно Ларикариевым Рыбкам Вот Естественно Коридораса Когда им падает Эта таблетка Растительная Они смотрят На нее И думают Ну Что-то Нам Подсунул Мы Такое Не Едим Вот И Проблема Была Просто В неправильном Выборе Поэтому Есть Редкие Исключения Но Тем не Менее Обращайте Пожалуйста Уважаемые Новички На это Внимание Если У вас Золотые Рыбки Стремитесь Кормить Их Больше Растительными Кормами Если У вас Малавийские Цихлиды Выбирайте Допустим Тетрамалавий Флейкс Прекрасный Корм Он Содержит Белок Но В минимальных Количествах И заточен Больше На растительные Ингредиенты А так В принципе Большинство Рыб Едят Все Корма То есть Он Может Называться Тетра Гупи Там Или Корм Ты показывал Тетра Ларва Стикс Для петушков Естественно Его будут Есть Все Рыбы Или Самый Допустим Популярный Корм Тетра Дискус То есть Не нужно Думать Что Им Кормят И едят Тетра Дискус Его едят Все Рыбки И более Того То есть Он Такой Достаточно Вкусный Именно Поэтому Его Все И берут Что Его Рыбы С удовольствием Едят Все Абсолютно Вот Такие Мысли Ну Давай К следующему Вопросу Вопрос Весьма Интересный И Наверное Каждый Новичок Кто Начинает Обязательно С ним Сталкивается Вопрос Связан С тем Самым Мифическим Разгрузочным Днем Когда В свое Мне Сказали Что Рыбкам Нужно Устраивать Разгрузочный День Ты знаешь Я Почему-то Представил С это Так Что Я Просто Отлавливаю Рыбок Ставлю Им Клизьму И Все Жду До Завтра Пока Им Как Б Полегчает Здесь Наверное Логичный Вопрос В природе Вряд ли По календарю Высчитывает Так Вторник Пришел Сегодня Я Не Жру Жрать Буду Завтра Вот Поэтому Все Рот Зашили Отдыхаем Ну Как бы Наверное Вы поняли Да Мое отношение К разгрузочному Дню Олег Скажи Пожалуйста Когда Нибудь Делал Своим Рыбкам Разгрузочный День Считаешь Необходимым И вообще Считаешь Лего Полезным Для Кого Бо То Не Был Дмитрий Я Обитания Никто Не Спрашивает Хотят Они Кушать Не Хотят Они Кушать Они Находятся В вечном Поиске То есть Упал Дохлый Крокодил Они Его Съели Они Все Наелись Этим Крокодилом Потом Ну Если Так Не Шутя Ну Естественно В природе Бывают Там Паводки Сезон Засухи Обилие Пищи Отсутствие Пищи Поэтому В природе Нет Такого Механизма Как Разгрузочный День Я Ну Когда-то Я Занимался Да Действительно У меня Был Цехлетник Я Занимался Разгрузочными Днями Но По Большому Счету Никакой Пользы От Этого Нет Почему Потому Что Все Должно Быть Просто Сбалансировано Перекорм Это Плохо Недокорм Это Тоже Плохо Поэтому Ну Как тут Еще Какой Олегорию Придумать Ну Если Вы Правильно В Течение Всей Недели Кормите Рыб То Разгрузочный День Вам Не Понадобится А Если Вы Шесть Дней В Неделю Кидаете Им Сало Мясо Хлеб Сникерсы Я Не знаю Что Еще А Потом Делаете Да На Седьмой День Вы Потом Начинаете Заниматься Фитнесом С рыбками То Ну Это Глупости Все Поэтому Хотите Пожалуйста Делайте Разгрузочные Дни Ничего В этом Плохого Нет Но И Хорошего Тоже Нет Такая Мысль Ну А Теперь Именно О Сколько Же Можно Рыб Не Кормить Здесь Могу Рассказать О Своем Опыте Который Попробовал Как раз В этом Году Когда Олег К тебе В гости Ездил Не Было Меня 14 Дней Кормить Было Некому Автокормушки У Меня Не Было Я Как Раз Таки Использовал Которая Размещается В аквариуме И Неспеша Тает И Подкармливает Рыбок Должен Сказать Опыт У меня Очень Положительный И Если Нет Возможности Поставить Автокормушку Я считаю Это Вполне Приемлемым Способом Аквариум Остался В своих Параметрах Ничего Не Испортилось И Рыбки Остались Сыты Когда Я уезжаю На меньшие Сроки Допустим На выходные Рыб Не Кормят Просто Никто И Они Себя От Этого Хуже Не Чувствуют В принципе Два Три Я думаю Даже Четыре Дня В Аквариуме Травнике Рыбка Всегда Найдет Чего Ей Покушать Там Всегда Еды С Избытком Олег Ты Своих Питомцев Можешь Иногда Не Докармливать Могу Дмитрий На моей Практике Я как-то Уезжал В командировку На 7 Дней Оставлял Свой Аквариум Ну Естественно Включенным Никому Его Не Поручал И Рыбы Спокойно Выживали 7 Дней Так Что Если У вас Командировка Вы собираетесь В отпуск Не Надо Приглашать Тещу Бабушку Дедушку Заставлять Их Кормить Рыб Рыбы Спокойно Себе Проживут 7 Дней Без Кормления Как Ты Правильно Сказал Есть Ряд Кормов Которые Например Тетра Называется Тетра Холидей Такая Гелеобразная Лепешечка Можно Назвать Шарик Вы Отламываете Кусочек Кидаете В аквариум И он Не Растворяется Рыбки Его Потихоньку Щипают И Кушают В этом Плане Если Вы Часто Ездите В командировку Или Очень Часто Ездите В Дубай На Ибицу Во Францию Париж То Естественно Вам Агрегат Который Называется Автокормушка У Тетра Он Называется Тетра Май Фидер Хорошая Проверенная Кормушка Суть Ее Заключается В том Что Вы В барабан Загружаете Корм Какой У вас Есть И Настраиваете Таймер На Количество Кормления На Количество Прокручивания Барабанов И так Далее Ну Дальше Очевидный Вопрос Где Лучше Корм Купить И Здесь На самом деле Могу наверное Ответить Только Я Лучше Всего Его Покупать В том Месте Где Он Правильно Хранится И Как Правило Крупные Магазины С этим Проблем Не Имеют Корма Действительно Хранятся Закрытые На Нормальном Сухом Складу Их Никто Не Пинает Ногами По полу Они Не В сырости Не В Каких Там Антисанитарных Условиях Не В Плесени И Так Далее Если Покупаете На Крупных Рынках Развалах Как Дну Должен Признать Что Вы Это Делаете На Свой Страх И Риск То есть Если Вы Готовы Где То Рискнуть Здоровьем Своих Рыбок И Благополучием Своего Аквариума Можно Конечно Делать И Так Но Безопаснее Конечно Покупать Тот Корм Который Правильно Хранился И Ты понимаешь Вот допустим В каждой Рыбной Статье На Фанфишке В разделе Укормления Написано Что Пожалуйста Не покупайте Карма на Развес Почему Так Написано В каждой Статье Потому Что Например Я Хожу На Свой Птичий Рынок И Вижу Этот Ужас Когда Корм Для Рыбок Лежит В таких Огромных Мешках На Полу Ходят Люди Пыль Я Уж Боюсь Представить Как Я Вот так Наверное Напрямую Скажу В этом Пакете В этом Корме Который Вы Покупаете Поэтому Обязательно Тут Элементарные Правила Хорошего Отношения К своим Питомцев Вы Приходите В магазин Вы Смотрите На Баночку Вы Проверяете Запечатана Она Или Нет С этой Стороны Вы Смотрите Сроки Годности И Потом Когда Вы Берете Желательно Брать Небольшую Баночку И Потом Когда Приходите Домой Покормили Закрыли И Не храните Пожалуйста Его Допустим На Светильнике У Батареи То есть Ну Элементарные Правила Хранения Продуктов Сделают Рацион Питания Ваших Рыб Здоровым И хорошим Вот и Все Ну Что Ребята В этой Новогодней Атмосфере Сейчас Будем Раздавать Подарки И Все Будет Очень Просто Мы Под Этим Видео Оставим Ссылочку На Пост В нашей Группе Вконтакте Этот Пост Необходимо Будет Репост Себе На Стену Опционально Можно В комментариях Написать Что Астронот И Крутой Чувак Вот И Ждать Нужно Будет 14 Числа 14 Числа Мы Как Всегда Рандомно Выберем Аж 5 Человек 5 Победителей Кто Получит 5 Тех Самых Металлических Баночек Которые Тетра Выпустил К своему 70-летию Корм Тетра Мин Очень Хороший Универсальный Вам точно Понравится Рыб Теоценит Так что Всем успехов Всем удачи Желаю Победы Еще раз С наступившим Новым годом Всем добра Ребята Друзья Я хотел Дополнить Дмитрия О том Что мы Эти Баночки Тетра 70 лет Отправим Почтой России И с ДЭКом И только По территории Российской Федерации К сожалению В ближайшие Страны СНГ Мы не сможем Это сделать Поэтому Вы у нас Уж простите За это Такова ситуация Ну а на этом Я разрешите Попрощаюсь с вами До новых встреч Друзья До свидания Пока Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова